Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ новости, студия Патемат Ханапова. И сначала коротко о главном. Торопиться не надо, а Сергей Меликов понял причины затянувшегося ремонта 28-й столичной гимназии. Первый звонок прошел на высоте, как отметили День знаний в высокогорном Куруши. Расскажем через несколько минут. В Дагестане нашли землю для строительства мусоросортировочного комплекса, но тем временем свалки продолжают гореть. В причинах разбирались на совещании в правительстве. 13 вольников из Дагестана. За какие сборные выступят наши легионеры на чемпионате мира в Сербии, расскажем в спортивном блоке. Начнем с трагической новости. К сожалению, жертвами ДТП все чаще становятся дети. Двух сестер из Дагестана в подмосковном городе Истра сбил мусоровоз. Трагедия произошла на глазах у матери, уроженки Буйнакска, девочки переходили дорогу, водитель не увидел их и совершил наезд. Трехлетняя Амина погибла сразу, ее сестра, четырехлетняя Фатима была госпитализирована серьезными травмами и умерла в реанимации. На видео с видеорегистратора видно, что девочки сами вышли на дорогу, пока мама отвлеклась. Шофер с высоты кабины мусоровоза попросту не заметил детей. С места происшествия водитель не скрывался, сейчас с ним работают следователи. Еще одно ДТП с участием семилетнего ребенка произошло в Дербенте. Девочка выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2170, не успел увернуться. В итоге маленького пешехода с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Глава Дагестана не стал предъявлять претензии к тому, что ремонтные работы в 28-й гимназии Махачкалы идут с отставанием от запланированного графика. Сергей Меликов с пониманием отнесся к ситуации в ходе осмотра объекта вместе с мэром города Салманом Дадаевым. Городоначальник объяснил, что в процессе ремонта здесь выявились дополнительные вопросы, от решения которых зависела безопасность учебного процесса в целом. Меликов подчеркнул, что правильный подход к ремонтным работам требует времени. Лучше всего сделать качественно, чем в погоне за сроками сдавать объект с недоделками. По следам вчерашнего праздника первый звонок прозвенел и в самом высокогорном селе Куруш. Учебное учреждение находится на высоте 2500 метров над уровнем моря. Здесь знания будут получать более 60 детей. Красочные выступления, поздравительные слова и стихотворения от первоклашек. День знаний во всех смыслах этого слова прошел на высоте. Гости официальные лица района также происпектировали местную школу, пообщались с детьми и учителями. Земля для строительства мусоросортировочного комплекса в республике нашлась. Земельный участок площадью 20 гектаров расположен в селе Агачаулка Рабудахкенского района местности Чергес. Сейчас участок планируется перевести из категории «Сельход земли» в категорию «Земли промышленного назначения». Вопрос о строительстве объекта уже много лет стоит на повестке правительства республики. Однако только теперь удалось определить конкретные задачи, сообщает канал «Экономика Дагестана». Пока мусоросортировочные комплексы в проекте в Дагестане горят свалки. Так, с начала года были зафиксированы очаги открытого огня на полигонах городов Дербент, Хасаверт, Каспийск и Махачкала. А в августе село Агачаулка Рабудахкенского района и вовсе накрыло дымовой завесой, которая все еще приносит дискомфорт местным жителям. Власти наконец-то обратили внимание на проблему. Так, вопросы недопущения возгорания свалок накануне обсудили в правительстве Дагестана. По словам специалистов, причиной возникновения пожара может стать повышение температурного режима, а также химические процессы. Однако последние факты, как считают республиканские власти, связаны с намеренным поджогом. Руководителям муниципалитетов поручено не допускать появления на этих территориях посторонних лиц. Участники встречи также обсудили вопросы организации работы по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Ну, мы учнем все. Мы одинаково относимся ко всем муниципалитетам. Но коллапсом мы не должны допустить этого мусорного. Поэтому здесь же, Владимир Владимирович тоже говорил, мы дополнительные счет средства будем предусматривать. Ну, пока надо в ручном режиме выход из положения найти. Мы здесь тоже Минтранс подключаем, другие предприятия крупные подключаем. Ну, посмотрите, мы по мере возможности будем помогать. Уголовное дело о массовом травлении жителей Буйнакского района кондитерской продукции направлено в районы суда. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя села Нижнее Казанище. По версии следствия, в июне мужчина организовал в своем селе производство и продажу выпечки в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Напомним, тогда 36 местных жителей, купивших продукцию, попали в больницу с пищевым отравлением. И к другим темам. Древний минорет Джума-мечети в селении Крюга Ахтынского района будет восстановлен. Об этом местным жителям сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Строение высотой 22 метра было возведено в первой половине XVI века. В 1966 году после сильного землетрясения минорет деформировался, стены покрылись трещинами. Они увеличиваются с каждым годом. В ближайшее время будут проведены противоаварийные работы, после чего начнется реставрация. Салман Дадаев встретился с участниками российского детского культурного форума. Напомним, он проходил на ВДНХ в Москве с 25 по 29 августа. Мэр Махачкалы стал спонсором дагестанской команды и оплатил поездку юным талантам в столицу России и обратно. В состав дагестанской команды вошли 4 махачкалинца, двое каспичан и одна воспитанница Кизлярской школы искусств. Мы все, вся наша группа желала того, чтобы продлинили часов в сутки, чтобы успеть на все эти лекции, мастер-классы, которые предлагались участникам первого международного форма, детского культурного форма 2022. От встреч с титулованными личностями мы получали очень много новых знаний, большой стимул для дальнейшей работы над собой. Программа мероприятия состояла из двух частей – просветительской и фестивальной. На одной площадке, помимо известных деятелей культуры, было более 1500 детей со всех регионов Российской Федерации, а также 12 иностранных делегаций. При формировании программы особый акцент делался на привлечении талантливых ребят в качестве блогеров, спикеров, соведущих, танцоров и актеров. Поздравляя ребят с успехом, градоначальник выразил уверенность, что ребята, выступившие на форуме, прославят в будущем наш регион. Дагестан же был богатейшим культурой край, и Махачкала была культурной столицей Северного Кавказа. Зарима Жонна со мной спорит, говорит, что сегодня тоже, да, но не того уровня, какие школы художеств у нас были, какие школы по направлению. Какие художники у нас работали, какие артисты у нас работали, какие режиссеры у нас были, композиторы, поэты той поры. Но в 90-е это, к сожалению, было все утрачено, и в какой-то период времени это все было отодвинуто на задний план. И сейчас вот ваше поколение, когда растет, не зря же сказал Хабиб Нурмагомедов, просто новое поколение вырастет, и которые станут уже другими, и будет вот квинтэссенция такая того старого Дагестана с традициями, обычаями, культурой, и несящая в себя новые взгляды. Это вот я вот вижу, когда вас, я понимаю, что именно вы и есть наше будущее. И к новостям спорта. Борец Ильяс Бекбулатов поедет на чемпионат мира. Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил дагестанский борец сборной Узбекистана оправдан решением Международного арбитражного суда. Месяц назад решением Русада Бекбулатов был отстранен от участия в официальных соревнованиях на 4 года. 31-летний вольник из Каякента протестовал это решение, и суд удовлетворил его запрос. До 2020 года Ильяс Бекбулатов имел спортивное гражданство России, у него титулы чемпиона Европы и Азии. В середине сентября он впервые поедет на чемпионат мира в Сербию. Помимо Ильяс и Бекбулатова в Белград поедут еще 12 воспитанников дагестанской школы борьбы. Спортсмены выступят в составе 9 стран. Азербайджан представит Гаджимура Дамаров, Абубак Рабакаров, Осман Нурмагомедов и Магомедхан Магомедов. Сборной Венгрии возглавит чемпион Европы Исмаил Масукаев, северная Македония призер чемпионата мира Магомед Гаджинуров. Цвета команды из Бахрейна будут защищать Гаджимагомед Далиев, команды Болгарии Рамазан Рамазанов и Ахмед Магомаев, Албании Зелимхан Абакаров, а румынскую сборную представит Якуб Шихджамалов и сербскую Магомед Гаджи Нурасула. Махачкалинская «Динамо» готовится к игре с Толятинским Акроном. Матч 8-го тура Первой лиги пройдет 4 сентября на Анжи арене. Соперник дагестанской команды занимает в турнирной таблице чемпионата последнее 18-е место. «Динамо» же подходит к игре на 5-м месте, имея в активе 12 набранных очков. Вход на предстоящий матч для болельщиков будет свободным. Также из Махачкалы до стадиона будет организован бесплатный транспорт для желающих посетить матч. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова